Ямы всеукраинского масштаба. Это когда выбоины каждые 100 метров и порой выбраться из них самостоятельно невозможно. Мои коллеги попытались не оставить колеса своих машин в Черкасской области. Это трасса Киев-Знаменка, участок в Черкасской области. Машины едва едут, яма на яме, ноги глубиной до полуметра. Антон, дальнобойщик, за рулем 29 лет, утверждает, с каждым годом дороги становятся только хуже. А что показать, плакать надо от таких покрытий. Диски поганут, он с той стороны, можно подивиться. Видно. Рассури ломаются потихоньку иногда. Сегодня пять районов Черкасской области проинспектировал народный депутат Сергей Рудык. Для этого сел за руль вот этого внедорожника, который готовил для отправки в АТО. С таким станом дороги, как есть сегодня в Украине, проехать по многих, особенно местным дорогам, можно только на таком. Я его называю драком. История его проста. Он задумывался, как подарок нашим добробатам за первый сбитый российский танк на территории Украины. Но как только мы его привели до пути, начались так называемые Минские перемирия. Этот внедорожник с легкостью покорял Карпаты. А вот разбитые дороги в Черкасской области для него стали настоящим испытанием. Потому что попадешь где-то в яму, можно вообще колесо разорвать. И ссунули по чуть-чуть километров 40 на годину. Хотя машина проходима. Ни латание ям, ни асфальтирование отдельных участков проблему этих дорог не решит, уверен Сергей Рудык. Ведь это и так делают каждый год и таким образом закатывают миллионы гривен. А уже весной ямы опять появляются. Только значительно больше. Если мы будем идти шляхом ямкового ремонта, который вы сейчас видите, я не придумал. Мы так же видели сегодня в Каневском районе, біля Мошин. Мы проехали уже городишинский район, проехали Коршинский район. Там, где делается ремонт таким способом, это дорога в никуда. Поэтому мы полягаем на местной владе и на районной владе. Не имеет значения, кто получает бюджетные деньги. Надо сделать раз и назавжди и 10 лет до этой тематики не повернаться. Проинспектировать все трассы в Украине такую задачу поставил перед собой нардеп. Но главное донести до властей всех уровней, что каждую дорогу нужно ремонтировать капитально, а не обходиться полумерами. Елена Брынцева, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова